Какая длинная колбаса черная. Это называется лимузин. Как они их водят, я понятия не знаю. Итак, сегодня у нас 16 октября 2013 год. У нас очень жарко, завтра будет вообще жара. Под 30, если не выше, чем 30. Сегодня, наверное, 27-28. Сейчас мы едем забирать мою никочку, нашу никочку и в госпитале. Боже, бедная моя птичечка. Прям я изволновалась. Я ее сегодня с утра отвез на операцию. И у нее такой жировичок рос. Давно уже. Прямо вырос такая шишечка на кожице. И вот сейчас мы едем ее забирать. И сделали операцию. Не знаю, сколько это будет стоить. Там 200 чем-то было. Только заплатят. Ой, ладно. Едем забирать собачку нашу. Погода обалденная просто. Первый день дома. И такая еще немножечко чуть-чуть не в себе капелюшечка. Но уже почти так. Уже почти пришла в себя. Так, мы подъезжаем к этому Animal Hospital. Это недалеко от нашего дома. Тут везде тоже госпитали для животных разбросы. Например, на одинаковом расстоянии. Ой, осторожно. Спящий полицейский. С тем, чтобы людям недалеко было добираться. Это самый близкий к нашему дому. И тут еще наша бывшая собака, которую потом усыпили. Тоже обслуживался. Опять спящий полицейский. Потому что спальня в районе. И сейчас... Заберем нашу... Он говорит, мы назовем их спящими полицейскими. О, я забрал лис. Это нормально. Я держу ее. Она не должна быть в колороне. Это нормально. Она должна быть на моих ногах. Я держу ее на моих ногах. Вот она наша клиника. Моя девочка маленькая. У меня прям сердце перевернулось. Как она там одна. Она же не понимает, что мы ее заберем. Может быть, она умеет все-таки читать наши... Я ей посылала сигналы, такие, как я ее люблю. Вот он наш госпиталь. Вот у Глаз пошел с другой стороны. Это вход. Они переделали. Вот тут обязательно, как я уже много раз показывала. Собачка, если покакала, берете пакетик отсюда и в несерник выбрасываете все покошки. Окей, let's go. Скоростная трасса, 480. Hello. Тут всегда печенюшки лежат. Вот эта вкусная штучка лежит. Кофе можно сделать. И все это бесплатно. Сахарочек. Это в преддверии Хэллоуина. И тут для собачек тоже есть. Красно. Вот можно набрать себе попкорна. Очень красивая клиничка такая прям. Так, забираем нашу Микусечку. В клинике вот объявление о пропавших собаках или о собаках. Да, это только пропавшие собаки. Нам дали, мы заплатили почти 300 долларов, 260 чем-то долларов за лекарство послеоперационное и за операцию. Брали мы нашу красавицу. Так вот ей выстрелили, сколько шкурки. Моя лапушка. Она когда нас увидела, боже, сколько... Никусечка. Сколько было радости. Как она испугалась, что мы там ее снова оставим. Как она рвалась из этой клиники. Прям шкрябала ногами, шкрябала лапами дверь. И сразу в машину запрыгнула, типа я больше никуда отсюда не пойду. Моя пташечка, Никусечка. Никусечка. Моя ласточка. Ну а девочка, конечно, страшно, скажи. Мне так хорошо дома. Отвезли меня куда-то, бросили одну. Все, нам дали лекарство. И мы будем сегодня лечиться. Слава Богу, мы ее довезли. Она себя хорошо вела в машине. Не дергалась. И кушать вообще не хочет никак. Только водичку пьет. Конечно, после операции она после. И вон на лапке у нее, вон ей тоже выбрали кусочек. Вон. Ей там, видимо, укульчик сделали вот этот, чтобы усыпить ее на время операции. Моя ласточка. Боже, как жалко. Она же сказать ничего не может. Конечно, испугалась, когда мы ее отдали, заставили в больнице. Все друга подергивалась. Ну все, теперь все, как хорошо. Слава Богу. Это был просто жировик для нее. Надо ее немножко на диетку посадить, потому что она такая толстенькая у нас. Ой, сколько, котичку пьет. Ну и я была.